Всем привет, ребят! Сегодня вас ждет продолжение головоломки с Димой Джоспином, и вы наконец-то узнаете, чем все это закончилось, к чему все это вело, и многие из вас в комментариях наконец-то узнают, что случилось же с Вороной. Ну и как всегда я хочу вас поблагодарить за активность под предыдущим роликом, спасибо, что поддерживаете меня, не забывайте поставить лайк, и под этот видос мне будет приятно. А теперь запасайся чем-нибудь вкусным, а мы будем начинать сразу после небольшой рекламы. Эй, дружище, я нашел для тебя игру с неограниченными возможностями, в которую приглашаю поиграть тебя вместе со мной. Матрешка, это бесплатная ролевая игра про Россию. Играй вместе с друзьями, стань защитником правопорядка или опасным бандитов, собрав свою банду. Покупай самые топовые авто и тюнингуй их на свой вкус. Охоться на диких зверей или отдохни на рыбалке, у нас есть хобби для всех. Пользуйся голосовым чатом, открывай свой бизнес и зарабатывай бешеные бабки, становясь топ-1 на сервере. Игру скачать очень просто. Скачай лаунчер по ссылке в описании. Зарегистрируй аккаунт с помощью Google или ВК. Выбери один из множества серверов, вводи имя персонажа и мой промокод Diadem. Дождись окончания загрузки игры и взлетай ко мне на шестой сервер. Я жду тебя. Так, год у меня меняется на 37-й. В какой-то особняк. Лампочки я могу включать. Да, 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 то же самое. У меня загораются шесть верхних этих. Когда включаешь эти лампочки. Это тоже? Да. По сторонам повертись, там тоже загораются они. На следующий. А, я мая, сколько лампочек тут. Все включить думаешь? Не, я думаю, что это шифр. Должны быть какие-то конкретные включены. Ну да. Так, ну, короче, давай я начну с того, что куда я могу попасть. Наверное, в дом. Захожу в дом, Дим. Я тоже. У меня тут телефон старый висит. У меня тоже. Кнопки на нем пять, шесть, семь, плюс восемь, тильда девять. А у меня один, два, три, четыре. Ну, крестик, решеточка, ноль. Вообще другие, блядь. Так, покрутить здесь ничего не можем. Окей. Идем дальше в часовую лавку. Так, о, есть почта. Ого. Я могу отправить сообщение на тыков. Это типа азбуки Морзо. Так. Я так рада, что мы с тобой будем восстанавливать часовую лавку, Лерке. Скоро мы снова станем семьей. Встретимся в подвале лавки. То есть это намек, что мне надо идти в подвал сейчас. Короче, у меня очень много всяких часов. Мари, у меня есть что-то типа морзянки на почте. Типа я могу кликать. У меня тут много кружочков. И в каждом кружочке четыре стрелки есть. Я могу все их переставлять по чуть-чуть. Это в часовую, да, пошел? Или в почте все еще сидишь? Это я в почтовой. Так, я давай захожу в часовую лавку. Темно, ни хера не видно. Могу в подвал перейти. Ну, встречаемся в подвале лавки. Ладно, давай. Ух, ё-май. Димон, у меня тут странное приспособление. Включить-выключить которое. Я могу надиктовывать тебе бабочка, часик. Да, 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 волк. Я понял, одновременно делать по очереди. Готов? Нажимай включить. Давай. Включил. Три, два, один и что? Так, у меня ворон. Нажимай. Замок. А, я понял. Наоборот, я думаю, я тебе диктую, ты мне, наверное. Ну, давай. Значит, у меня ворон, у тебя змея, правильно? Подожди, ты мне первый говоришь, что у тебя ворон? Змея. Так. Змея, хорошо, дальше. У меня написано неправильно, ошибка. Ну. И отключилась сразу. Может, я себе должен нажимать? Ну, давай, что нажать? Смотри, сейчас тебе скажу, что нажать. Ворона нажми. Ворон. А дальше змею? Ну, дальше у меня ничего. Наверное, вот сейчас у меня змею, да. Сейчас у меня восемь, типа, написано бесконечность, типа, как перевернутая восьмерка. Бесконечность. Смотри, у меня помимо ворона, есть еще, допустим... Волк, девочка, лестница, бабочка. Лестница. Часы песочные, шестеренка. Да. Замочная скважина. Нет, у меня, смотри, допустим, часов, да, есть. Наверное, восемь это имеется в виду часы, наверное, замаскированная была. Понял? Ну, наверное. Давай еще раз попробуем. Включаем. Говори, что диктовываем. Значит, смотри, ворона. Нажал. Ворона. Змея у тебя? Хорошо, нажал. Дальше у меня цифра 9. Наверное, это будет замоченная скважина. Нет. Я выключил. А что? Что 9? Что такое 9? Почему оно меняется каждый раз? Так, еще раз. Включаем. Значит, смотри. Ворон. Нажал на ворона. Следующий от тебя. Змея, правильно? Змея. Нажал. Цифра 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Бабочка. Дальше. Что у тебя появилось? Пять. Это замоченная скважина. Смотри, сейчас надо нажать бабочка плюс 3. Это получается часы. Дальше. Да, у меня все уже. Короче, понял? Это такой простой, сложный шифра. 1, 2, 3, справа налево? Слева направо. Почему? Слева направо, да. Слева направо, да. И вот. То есть пятерка у меня это замоченная скважина. Да, да. Ладно, давай еще раз. Если он тебя будет писать, допустим, подожди, не запускай. Подожди, пускай скиплень. Смотри. Если он тебя будет писать, например, девочка плюс 4, ты просто считаешь раз, два, три, четыре. Девочка четвертая. Ну, типа того, да. Ну, ладно. Типа 1 плюс 4 будет 5. Так, готов? Да. Давай, раз, два, три, погнали. Так. Значит, первый у нас ворон. Дальше змея. Змея. Дальше третья, это бабочка. Бабочка. Дальше. Это замоченная скважина. Замочная скважина. Дальше минус 2, это часы. Часы. Дальше. Что у тебя? Два стрелочка вправо, это что? Замок, бабочку. Это бабочка надо было. Нет, так 2 и стрелочка вправо. А, справа. Это второй. Ой, то есть второй это волк и стрелочка вправо была бабочка. Давай еще раз, погнали. А ну, каждый раз будет разное, Дим. Ну, давай, говори. Так, первое ворон, нажимай. Дальше. Змея. Дальше. Два бабочка. Бабочка. Опять замоченная скважина. Часы. Ага. Так, 3 влево. Шестеренка. Шестеренка. Рельсы. Это, полагаю, это... Да, это и есть рельсы. Мария леска. Девочка. Девочка. Дальше. Да, бабочка. Бабочка. Один змея. Четыре вверх. Четвертый вверх. Это волк. Не успел. Батиста натыкать быстро, пипец. Ну, давай, включаем. Раз, два, три. Ворон. Змея. Ага. Волк. Не волк. Раз, два, три, четыре. А, шесть. Это бабочка была. Включай сразу. Давай, включил. Так, ворон. Подожди, у меня экран. Уезжай. Это что, кек какой-то? Давай, раз, два, три. Так, ворон. Змея. Змея. Ага. Так, девять. Это бабочка. Пять. Это замочная скважина. Ага. Змея плюс один. Это часы. Шесть. Вниз. Это, наверное, шестерня. Да. Ага. Четыре вверх. Это рельсы. Ну, лестница. Ворон плюс три. Раз, два, три. Девочка. Не успел, Димка. Сори. Давай еще раз. Давай. Включил. Так, первое. Это ворон. Змея, правильно. Угу. Так, шесть. Это бабочка. Замочная скважина. Окей. Так, это у нас часы. Так, это шестерня. Хорошо. Так, это рельсы. Девочка. Девочка. Бабочка. Пробуй змею. Да. Змея. Так. Ебать, это так под углом. А тогда это волк. Так. Раз, два. Ворон. Ворон. А, змея. Замочная скважина. Механизм. Это, полагает, шестеренка? Давай. Змея. Змея. Ворон. Ключ. Ключ? Ну, замочная скважина. О! Я такой, где ключ, Димон? Где ключ? Я понял. Да, да, да. Это правильно. Так, ну, мы с тобой все включили. У меня теперь есть направление. Направление. Медия, получается. А у меня, а у меня С, Е и, и получается С. Просто С и С, Е. Так, ну, хорошо. Допустим, у нас есть, кстати, еще... У меня внутренний круг. А, ну, и внутренний, и наружный, короче, этот, Н, Е. Я понял. У тебя Н, Е, у меня С, Е и С. Так, пошли наверх. У меня наверху радио есть. Пошли. У меня тоже. Так, буковки. Три пациента из дома престарелых в Хиллебеке. Исчезли пись одиночья. Посреди ночи. Это, типа, полночь. Это, типа, двенадцать или что? Ну, наверное, может быть, три там. Главное, не знаю. Давай дальше. Талантливая Амалия Равн вернулась из Швейцарии. Она тверда. Намерена вернуть былую славу часовой лавке Равн. Полиция ищет всех, кто мог находиться рядом с домом. Престарелых. Вчера вечером. Им нужна помощь в поиске пропавших пациентов. Вчера вечером. Почта восстановлена после наводнения. И все почтовые ящики... Снова работают. В ящике 34 уже лежит письмо. Так, 34. У меня там есть цифра 34, если что. Эй. Трагические исчезновения из дома престарелых вновь напомнили нам... О событиях пятилетней давности. Очень надеемся, что дело будет раскрыто. Так, пятилетняя давность. Окей. Идем дальше. Мы не знаем, когда же до сообщения в деревне... Будет восстановлено. В данный момент вокзал закрыт. Клариса Шар, щедрый спонсор строительства нашей новой часовой башни. Умерла в прошлом месяце. Мы почтим ее память на церемонии открытия башни. Так, ну из того, что мы имеем, значит... Первое. Исчезли посреди ночи. Это 12. Я так полагаю, правильно? Ну, не знаю. Намерно, наверное, было славу часовой лавки. У тебя есть какие-то цифры? Это вторая подсказка. Нет. Окей, идем дальше. А, ты опять хочешь все перекрутить? Да, я просто прокрутить и посмотреть, где там есть какие-то цифры. А я бы сходил, посмотрел в эту, на почту. Ну, пойдем. Там какой был, 34, да, ящик? Да, 34-й ящик. Погнали на почту. У меня просто здесь никаких ящиков нету. Мне здесь надо натыкать. Вот, у меня есть 34-й ящик. Тут надо, получается, 4 направления указать. Направление мы с тобой знаем. Допустим, 2 на северо... Ну, на НЕ. А еще 2 какие куда? С и СЕ. С это юг. Ага. А СЕ, ИСТ, это восток. Это справа то, что дем... Угу. Все, поставил, нажал, и нихуя не происходит. Как раз 4 стрелочки здесь поняли. Ну, значит, это оно. Значит, это оно. Давай еще раз. Я вот зайду у себя, посмотрю в часовой лавке, как у меня направление. На НЕ было. Смотри, у меня... А, стоп. Да, ну, НОС, ИСТ. Все правильно. У тебя на ИСТ один? Нет, у меня... Нет, один у меня на С. Ну? А второй на СЕ. А, на СЕ. Вот, все, открыл. Так, почта Телеграма. Как же долго меня не было. Окажется, будто я уезжала на очень короткий срок. Слишком короткий, чтобы закончить мое изобретение. Теперь мы будем жить дольше всех так долго, что и даже представить нельзя. Я покажу тебе путь, когда ты повторишь это сообщение. Что? Так, у тебя есть какие-то там точки, пробелы, что-то такое? У меня есть что-то типа, я говорю, азбуки Морзо. Да, есть, я могу количество точек посчитать, например. Посчитай. И пробелов. Не, ну, количество точек посчитай, давай, например. Ну, вот, раз точка, два точка, три точка, четыре точки. А, повторить это сообщение, это когда, типа, твоей морженкой натыкать, да? Ну, типа того. А я морженкой не умею пользоваться. Да у меня здесь только точки, не так, чтобы я тоже умел пользоваться. А, здесь есть точка, точка, тире, блядь, нихуя себе. Вот, я не знаю, как этим пользоваться. Блядь, какая срань. Как же долго меня не было, а кажется, будто я уезжала на очень короткий срок. Слишком короткий, чтобы закончить мое изобретение. Теперь мы будем жить дольше всех так долго, что даже и представить нельзя. Заметил? Коротко и долго. Коротко и долго фигурирует в этих словах. Может быть, точка у меня это коротко, а долго это, типа, тире. Уезжала на очень короткий срок. Так, короткий срок, коротко, нажал, окей, дальше. Потом опять короткий. Ага. Дольше всех. Есть, да, дальше, дальше. Так долго, что даже и представить нельзя. Есть, дальше. Покажу тебе путь, когда ты повторишь это сообщение. Ну, всё. Так, давай ещё раз. Прочитай прям вот, делай акцент на словах. А, мы долго пропустили. Первое. Долго у меня не было. Хорошо, долго поставил. Дальше 4. А кажется, будто я уезжала на очень короткий срок. Нажал. Слишком короткий, чтобы закончить моё изобретение. Окей, дальше. Теперь мы будем жить дольше всех. Окей. Так долго, что даже и представить нельзя. Дальше. Я покажу тебе путь, когда ты повторишь это сообщение. Когда она говорит, может, когда ты повторишь это сообщение, надо просто повторить вот это то, что я уже набил. Ну, допустим, долго, коротко, коротко. Может быть. Долго, долго. Да, открылось. Ну, что это за загадки такие? У меня моргает лампочка. Может, расположение лампочки связано с теми лампочками, что основное? Так, странно. Так, лампочки. Ну, основные лампочки нам, помнишь, для открытия нужны будут? Да, я помню. Там, типа, у меня как будто морзянка просто промаргивает это. Так, тут у меня что, есть что-нибудь интересное? Опа. Слышишь, у меня часы активные стали. Где? В доме. Ой, не часы, а телефон, прости, пожалуйста, телефон. Хорошо, у меня тоже. Там, причем, на цифру нажимаешь, и там... Надпись выскакивает. На меня по приезду. У тебя какие цифры есть? 5, 6, 7, плюс 8, тильда, 9. Ну, давай, наверное, воспроизведи все... Ну, нажми цифры, посмотрим, может, попробуем составить логическое сообщение. Ну, нажимай один. Ну, хорошо, нажал. Лилось вниз и напугало меня. Два. Привет, Лерка, я так рад, что ты, наконец... А у меня сердишься, но не клади трубку, да вряд ли. Нет, нет, у тебя... Вот смотри, ты все цифры понажимал, как я тебе сказал? Да нет, у меня две не влазят. Ну, давай... Ну, забудь, у тебя там просто список есть, и вот посмотри, надо попробовать подобрать что-то логическое разговор. Подошло под твое логичное. Так, хорошо. У меня остальные все... Сейчас я вот эти скину, вот эти... Раз, два есть. Решила взять трубку. Подошло. Ага. 1,7. Привет, Лерка, я так рада, что ты решила взять трубку, может, это? Да, что ты, наконец, решила взять трубку. Звучит логично. Значит, запоминаем, 1,7, да, у тебя? Да. Так, смотри дальше. Я оставила тебе, и твоя фраза должна быть. Ага, сейчас, оставила тебе, может быть, что-то из этого. Я оставила тебе столько сообщений. Постой, это у меня звездочка. Постой, знаю, ты все еще сердишься. Помнишь, у тебя было? Ну, что у нас было? 1,7, ты мне цифры сказал. 1,7 звездочка. Столько сообщений. Постой, знаю, ты все еще... Сердишься, но не клади трубку. Да? Да. Я очень хочу, чтобы ты... Сейчас я буду искать, чтобы ты... Чтобы ты знала, что перед отъездом я сделала кое-что. Это 4. Кое-что, все, ну... А, кое-что и все? Ну да, у тебя там дальше должно продолжение быть. Кое-что, там точка стоит? Запятая, кое-что, запятая. Чтобы тебе не было одиноко. Ого. Окей. Я бы... Я бы, наверное, сказала раньше, но ты... Многоточа, ладно. Ты все еще... Это цифра 3, Дима, мне. Ладно, ты все еще сердишься, да? Ну, наверное, да. Звучит логично. Подожди. А, ладно, ты все еще там? Помнишь твоего пропавшего ворона? Это Тильда. Окей, запиши ее. Дальше нолик добавляй. По имени Кол я сделала для тебя нового, запятая. По имени Кол я сделала для тебя нового, запятая. Он наверху, и он лучше. Такой точно не умрет. 8. Угу. Я полагаю, это конец. Не обязательно, что там все символы... Ну, наверное, да. Так, окей, мы с тобой имеем какой-то шифр теперь, правильно? Да, если быть точным, 17 звездочка, 54, 93, Сильда, 08. Можем попробовать ввести прямо на телефоне, если что. По очереди типа эти цифры у кого какие есть. Ну, давай попробуем, ладно. Да, ты вводи один. Уверен, что один? У меня один надпись, это лилось вниз, напугало меня. Ну, ты мне продиктовал один? Или я тебе сказал нажать один, и ты мне сказал фразу? Так, а ладно, а что у тебя вторая цифра? Какая, 7? Что там за фраза? Решила взять трубку, я оставила тебе. А, наверное, 2, 1 первая цифра, потому что там привет Лерке начинается. Окей, 2, дальше обедаемся. 2, 7, звездочка. Звездочка. 5 мое, 4 твое, 9 мое, 3 твое, тильда мое, 0 твой и 8 мое. Ну, у меня типа все. Вот, я позвонил, у меня лестница вышла сверху. Да, у меня тоже появилась лестница, кайф. Ты наверх. Ух, ё-моё. У меня рисунки, чертежи. У меня чертежи какие-то, Димон. Ну, у меня вот клетка с вороном и 3 символа ввести надо. У меня там Z, Z, Z по умолчанию. А какие символы у тебя есть? Z, A, E, O перечеркнуто, A с кружочком сверху, A простая, B, C, D, E, F, G. Ну, алфавит пошел. Ой, ё-моё. Так, у меня, смотри. У меня, допустим, условно говоря, циферблат. На правой стороне механический ворон нарисован. На левой стороне тыкалка азбуки Морзо. Написано, что надо крутить вправо, ну, по часовой стрелке. Окей, что у меня еще есть? Еще есть чертеж A, A6, 32.4. На нем написано 2, 7. Дальше написано, шестеренки крутить вправо, левую вправо, правую влево. Влево, да. Да. Так, здесь крыло какое-то написано 4. Как он у тебя выглядит? У меня цифров нет никаких вообще. Как у тебя это выглядит вообще? Ну, просто клетка, там внутри механический ворон. И под ним, ну, вот на самой клетке, три символа надо ввести. Видимо, это пароль, чтобы его... Так, смотри, я, кажется, понял. У меня есть, допустим, поднимающая вверх X, например. X ввести надо, да. Ну, давай, попробуй X. Блин, они не пронумерованы. Как мне догадаться, какая из них? Какая? За что отвечает? У тебя много букв, как ты можешь ввести? Или только три? Только три. Ну-ка. Я вижу чертеж ворона. Вот разобранного ворона. Вот, он по частям, грубо говоря, мне нарисован. Нарисован в виде, допустим, клюва. Вижу шестерни, которые можно крутить. Вижу, типа, что-то, типа, замочка такого. Так и что, ты покрутил шестерни? Я ничего крутить не могу. Это просто у меня рисунки, Дима, как бы схемы. Ага, то есть покрутить их потом, наверное, я смогу по твоей схеме. Наверное. А сейчас нам надо шифр. Да, шифр подобрать. Ну смотри, шифром я тебе так скажу. Мы же с тобой еще не закончили с какой-то хуйтой. С лампочками на улице? Нет. В подвале. А, подвале мы тогда разгадали. У меня там морзенка. С радио, с радио мы не закончили. Мы же с тобой, смотри, что сделали. Ну. Мы же с тобой по радио услышали, что надо бежать 34 ящик скрывать. Ну. Ходили, скрыли. А дальше? Еще куча сообщений по радио. Ну, тоже верно. Давай еще раз перепроверим. Это у нас чтобы было вот здесь. Так. Исчезли посреди ночи. У меня цифр нет. У тебя три, да? Это типа цифра. В смысле? Ну вот первое. Радио я включил. У меня типа исчезли посреди ночи. У меня три пациента из дома престарелых. Да, исчезли посреди ночи. А, так посреди. Погоди. Ну, давай дальше. Ладно, окей. Ну, хотя у меня же там буквы. У меня там нет. Ну, хорошо, давай дальше. Талантливая Амалия Равн вернулась из Швейцарии. Она тверда. Она вернута былой славой часовой лавки Равн. Дальше идем. Полиция ищет всех, кто мог находиться рядом с домом. Старелых вчера вечером. Им нужна помощь в поиске пропавших пациентов. Трагические исчезновения из дома престарелых вновь напомнили нам. О событиях пятилетней давности. Надеемся, что дело скоро будет раскрыто. Сообщение о вокзале будет восстановлено. Мы не знаем, когда же до сообщения в деревне. И последнее. Клариса Шар, щедрый спонсор строительства нашей часовой башни. Умерла в прошлом месяце. Самая почти моя память на церемонии открытия башни. Ну, как бы топовая наводочка только в первом сообщении, да? Три пациента. Три пациента. Сейчас я еще раз прослушаю. Что-то там по центру, да? И сейчас ли посередине ночи. Погоди-ка, погоди-ка. Давай-ка про Ларису еще раз это послушаем. Или кого там. Кто был связан с часовней. Типа, ты думаешь, на фонарике? Да, вот смотри. Потому что тут мы не знаем, когда ЖД сообщения в деревне. То есть ЖД. Тебе надо на ЖД смотреть и что-то делать. Ага. А ЖД здесь нет, да, получается? Нет, почему? Там где поезд, наверное? Нет, тут дом престарелых. Тут нет ЖД, по-моему. Подожди, дай-ка я посмотрю, что у нас по кругу, если покрутиться. Давай, 3 пациента из дома престарелых. Дом престарелых, наверное. Ну, хорошо, 3 пациента из дома престарелых, окей. Значит, что, мы 3 отключаем? Из дома престарелых сбежали посреди ночи, да? Ну да. А где-то здесь есть часы опять. Ни хрена ж нигде нет, да? Мы же не должны забывать, что мы и есть часы, и мы вращаемся там по кругу. Ну, допустим. Смотри, не надо забывать, что у меня на почте, Дим, морзянкой моргает лампочки. Там прям лампочка нарисована. Так это, может, по-настоящему морзу? Может, попробуем, может, эти лампочки подразумеваются вот с первого экрана. Ты, грубо говоря, я буду тебе говорить, включено-выключено. И когда я посчитаю, сколько у нее, сколько она моргает? Ну, посчитай. Ну, может, это по-настоящему морзянкой. А, не горит, не горит. Не горит, горит. 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 Горит, горит. Горит. Дим, сейчас мы лампы с тобой зажжем. Не горит. Давай, прям выключай все лампы. Давай попробуем. Давай попробуем. И прям стой у главного здания, вот у первого. Вообще все повыключай. Да, вообще все повыключай. Ну, выключено все. Все выключил, да? Так, давай, сейчас я иду тебе диктовать. Прям вот слева на право, грубо говоря, будешь включать и пропускать. Готов? Давай. Выключено. Включено. Выключено. Выключено. включено вы включено включено выключено включено включено выключено все но все что у меня было но это половина но может быть это а ну как обычно типа помнишь мы же по половинке этого пути находили все время ну хорошо допустим но они по порядку идут это хорошая новость если направо поворачиваться но ничего не появилось конечно парад в подвале часов лавки ну хорошо допустим я выключил ну давай включим включил ну давай еще раз так ворон змея бабочка замочная скважина часы сустава рельсы девочка бабочка змея волк птица змея замочная скважина шестеренка змея ворон ключ тоже самое да она ничего не поменялась я если мы в тупую с тобой сколько у тебя букв 33 буква можешь только догадываться что я туда вписал дим а если мы впишем его имя чё оборона помнишь в этих сообщениях где мы цифры подбирали на телеграфии его звали колл по имени колл к какая русская о но и л колл журнал за такое имя но согласен да конечно сработал работала так тупо да ну хорошо ладно чё-чё появилась чё я чё могу чё могу терпом оч у него загорелся глаз а это моя морзянка остальные лампочки а то есть все правильно мы с тобой подумали по поводу азбуки морзина 5 надиктовал так на чем ты остановился готов записывать так подожди она ты можешь мне сказать на чем ты остановился я так полагаю на давай давай короче диктуй сейчас скажу тебя дожди на твоя схема всегда была первая да да ну значит мы и вели это хорошо давай дальше я начинаю с почтом по начинаешь с почту давай готов да давай раз два ты выключена включена а выключена кам afternoon прям окончена а включена включена а выключена а выключена а сейчас выключена а так Так, ну теперь давай Ты продиктуешь свои Объятия потом продиктую свои Так, шо у тебя на главном здании Где дом престарелых, замок такой Выкол вкл, выкол Выкол вкл Дальше идем Дом Вкл вкл, выкол Вкл вкл Дальше почта Дальше почта Выключена, включена Выключена, включена, включена выключено выключено включена 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 выключена нам это дает за нашу возможно в наших записях даже получается и слева забора и справа забора они вводятся символы но а может надо как в часах типа только по левой стороне и только по правой вводить правильно да 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 то есть начинать вводить с правой стороны идти дальше понял ну только слева я начал типа понял почему грубойте инди к тому лишь на левую сторону я надиктовый на правую сторону какое не давай как в часах eagle на давай смотри вот эта идет с правой лампочки но который как единичка забираются на тרך дерева и лампочки как единичка я понял давай так на это я буду надиктовать Готов? Да. Погнали. Выключено. Включено. Выключено. 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 Включено. 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 Выключено. Включено. Включено. Выключено. А, все, да? Да. То есть тебе сейчас надо вводить почту в правую сторону Почту в правую сторону Окей, и не крутить направо все время, правильно? И в правую сторону вводить Да, все правильно, Паш Просто начинаешь с правой стороны почты И дальше все по порядку Так, еще раз Для тупых особо, как я, чтобы не запороли Вот передо мной почта У меня справа Начинаешь правые лампочки три штуки вводить Дальше перелистываешь направо Начинаешь левые три штуки, правые три штуки Левые три штуки И все А. Ну так же по очереди, просто сместили наполовину. Я понял, понял. Так, давай, готов. Все, прям готов, готов? Да-да-да. Поехали. Выключено, включено. Выключено, включено. Включено, выключено, включено. Угу. Включено. Включено. Выключено. Выключено. Угу, все. Все, хватило ровень-ровень, правильно? Ну типа да. Так, а теперь я тебе диктую. Давай откуда начнем? Откуда тебе удобно будет? Ну, почта, право. Почта, право. Хорошо. Выключено, включено, выключено. Дальше. Слева на часовой. Включено, включено, включено. Право. Выключено, выключено, включено. Основное здание. Включено, включено, выключено. И нихуя не происходит. Смотри, я думаю, так как мы с тобой вдвоем, кто-то отвечает за левую сторону. За одну половину, а кто-то за другую. Да, я думаю так. Ох, блядь. Ну давай тогда ты диктуй, я буду левую вбивать на твою. Давай. Сейчас я у себя выключу все эти фонарики всратые. Давай я тоже вообще все лампочки выключу. Ну просто начинаешь водить справа от часовни. Справа от часовни и дальше просто идти до конца. Получи люди, все, да, нормально. Ну давай. Готов? Давай. Выключено, включено. Выключено, включено, включено. Включено. Выключено, выключено, включено. Включено, включено, выключено. Окей. Тебе надо диктовать? Да, 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 давай. Ну вот справа от забора начинай. Давай. По центру включена. На следующем экране. Слева все три включены. Где домик? И справа одна, самая правая включена. На почте левые две включены. Усё. Готов? Да. Погнали. Выключено. Включено. Выключено. 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 Включено. 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 Выключено. Включено. Включено. Выключено. Есть. Валя, серьезно? Да. В общем, главное, что мы подобрали ключик. Давай с почтой. Так, тебе с почты правая надо. Значит, центральная. Короче, выкл, выкл, вкл. Выкл, выкл, выкл. Вкл, выкл, выкл. Вкл, вкл, выкл. Вкл, вкл, выкл на часах тоже. Вкл, вкл. Всё. Ши-и-и-и-и-и. Открыли. Погнали в здание. Что там нам скажут? Здравствуйте. Лампу вижу. Лестницу спустил. Спустил. Года учений в Швейцарии дали мне возможность наконец-то закончить часовой механизм. Я ползу наверх. Мое последнее воспоминание о Лерке. Полное подозрение гримаса на ее лице. Я дважды проверил часы Лерки. Все работало как надо. Ползу еще выше. Сначала она не хотела их брать. Сказала, что устала от моих подарков. Мне не пришло в голову, что разбитое стекло может на что-то повлиять. Так или иначе, я дала ей часы, потому что хотела, чтобы она была со мной. О, а вот и цифры. У меня тут циферки какие-то. Баночки. Я долгие годы собирал это время. Время, которое мы бы приплюсовали к нашим жизням. Я никогда не говорил ей, что это время крадено. Только что часы позволяют нам жить вечно. Ого, я так понимаю, это их коллекция просто времени. Вместо этого она попала в часы, а я так и не смогла ее найти. Она сжала часы в руке и растворилась в воздухе. Опа, я открыл баночку. Да, я тоже. 120. 145. Ползу наверх. Я могла и не делать запасный выход. Надеюсь, вы с вашим другом оценили мою доброту. А, это нас отпускает. Ну, просто игру, как жаль, что все это время потрачено впусту. Минут вашей жизни потрачено. 120. Спасибо. 145. Ты как, блядь? Не знаю. В смысле? Амалия добавила минут в своей жизни 120. Как ты мог наиграть 120, а 145? Димон, ты что, в будущем живешь? Как ты так ушел вперед? Да ты сворачивался вот все это время и не считала тебя. Ну, я, да, отходил. Ну, короче, что сказать. Предыдущая, которая, на самом деле, вышла позже часть. Мне интереснее было. Мне тоже интересно. Там и головоломки покрутить, и повертеть. Не знаю. Вот та была прям... Знаешь, просто и там, и тут есть очень много кринжа такого, типа, как несвязанных ребусов абсолютно. Ну, да, наверное, соглашусь. Ну, типа, это в стиле самого херового квеста, на который мы когда-либо ходили, типа, если на зеркале написано Бамба Лейла, значит, надо с Маракасом возле зеркала потанцевать. Ну, типа такого. Бамба Лейла. Ладно, ребят, ну что, вот такое у нас прохождение получилось. Я прям жутко это упил. Просто нереально. Особенно. Мы вроде все разгадали, вот этот подбор лампочек у нас занял очень много времени. С вами был Джо Спин, я Диадем. Так это не ты тупил, это мы подобрать не могли. Здесь все в порядке. Ну, в общем, все нормально. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, ребят. Пока.